Чин освящения не случайно совершили на пасхальной неделе. Сам праздник диктует творить добрые дела. Сегодня в Русской Православной Церкви действует 58 таких приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В нашей области такой центр первый. Я надеюсь, что вот этот центр, церковный центр, кризисный центр, который мы сейчас осветили, который мы сейчас откроем, я думаю, будет выполнять в полной мере вот ту функцию, которая сегодня на него возлагается. Я думаю, здесь будут приходить нуждающиеся женщины, а отсюда они будут уходить, обретя уверенность в завтрашнем дне. Не обошлось без традиционной красной ленты после торжественной церемонии и экскурсии. В центре есть столовая, мастерская по ремонту одежды, прачечная. Есть и место для игр. Условия более чем достойные, даже если в приют обратится мама с двумя и более детьми. Здесь комната для детей грудничкового возраста. Вот предусмотрена кровать. Вот посмотрите, какая постелька здесь. И очень современная здесь доска такая для пеленания детей. Очень удобная. Вот здесь, пожалуйста, две кровати для мамы. И если еще есть ребенок-посадыши, тоже может здесь находиться. Всего в центре пять комнат, которые рассчитаны принять 12 человек. Комфортное проживание им будет обеспечивать 8 сотрудников, включая руководство, воспитателей и психолога. Но это сухие цифры, а за ними реальные люди с большим сердцем и настоящие добрые дела. К постояльцам относятся как к родным и не ставят рамки по времени пребывания. Лариса живет в центре почти полгода. Так получилось, что с годовалой Дашей им негде было перезимовать. Попали в такую жуткую ситуацию, что и отапливается зима, отопление не работает. Ну и предложили нам поехать сюда. Предложили на зиму. Ну и согласились, приехали. Знаете, не пожалели. Очень хорошо все. Очень такое отношение, понимаете, родственное, очень близкое. Сейчас Лариса единственная постояльца. И это, несомненно, положительный показатель, ведь обращаются сюда не от хорошей жизни. Центр социальной помощи на базе жемчужины леса существовал и ранее. Большая проблема в этой работе – выявление женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Если до этого в стенах государственного учреждения по выявлению работали наши центры социального обслуживания, то есть женщина, которая оказывалась либо в семейном конфликте, либо у нее неожиданно нет средств к существованию, либо нет крова. Ну, всякая жизненная ситуация бывает. Она должна была обратиться в центр. Все это, естественно, происходит в дневное время. И в этом случае центр направлял эту женщину сюда. Однако беда не выбирает время суток, а у женщин, попавших в трудную ситуацию, иногда нет возможности собрать большой пакет документов, чтобы получить социальное пристанище. Благодаря сотрудничеству с Тамбовской епархией обратиться в центр за помощью стало, возможно, без лишней бумажной волокиты. Достаточно лишь написать заявление на имя главы Тамбовской митрополии. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.